Выход Великобритании, точнее Англии из Евросоюза. Когда все это произошло, прошел референдум, мы получили результаты, я вспомнил историю буквально, по-моему, годовой давности, годовалой, когда Шотландия хотела отделиться от Англии и испугалась. А я тогда сказал, вообще молодцы, не потому что я за разделение, я как раз за объединение, но фактически поверженная воля, уничтоженная, она ничему хорошему не приводит. И выход Англии очень показательный. И я уважаю их решение и даже ценю. Возможно, это шаг к распаду Европейского Союза и де-ингрессии, а с другой стороны, может быть, наоборот, шаг к укреплению. Теперь понятно, что они не марионетки, и что, в принципе, любая из стран может повернуться и выйти. В том числе из-за особенно несущих ответственность и, в общем, финансовое содержание всего Евросоюза. Это еще раз показывает о том, что Евросоюз, будучи подчиненный американской политике, не дееспособен. Если бы Европа самостоятельно, реально самостоятельно, и владела собственными капиталами, производствами и политическим капиталом, и могла принимать решение, возможно, этого не было. Вот эта ситуация, с одной стороны, мы независимые Европейские Союзы, с другой стороны, мы, собственно, ведомая организация, которую консультируют, в общем-то, принадлежат к определенным действиям, и привела к этому. Выражается все это в экономике, предпосылки политические. Я не думаю, что все рассыпется очень быстро и скоро, но ситуация пограничная 50 на 50. Мне само очень интересно посмотреть, какие же выводы они сделают и с учетом наполового беженства с Ближнего Востока, и с учетом санкций против России, и с учетом уже раздвоения мнения. Оно абсолютно точно начинает раздваиваться, несмотря на всю политическую манипуляцию на пропаганду. Субтитры создавал DimaTorzok